Приветствую, это очередное видео об аквариумистике и о новостях, которые у меня происходят, либо произошли. Наступила жара, жара, надеюсь, ненадолгое время. Вот примерно столько сейчас у меня на балконе, где я курю. И вот такое давление. Гроз никаких нет, дождей никаких нет. Надеюсь, это ненадолго, в отличие от прошлого года, когда примерно 2,5 месяца состояло жарище за 30. Ну, где у меня стоят аквариумы? В комнате, да? Вентиляторы, естественно, но толку от него мало. Надо покупать, наверное, мобильный кондиционер, вот, если не сплит систему. Толку от гоняя одного и того же воздуха, ну, мало. Итак, что за новости? Новости такие. Ставил я по одной лампочке, может быть, рассказывал, может быть, нет. В обоих аквариумах сократил я световой день на час. Об этом я уже говорил. В общем, начнем, наверное, с этого. Сегодня здесь я заметил, что все ампулярии сдохли. Так как жара наступила, я начал кормить их меньше. То есть, все туреаквариумы потребляют еду поменьше. Я стараюсь хлопивидным кормом уже не кормить. У меня он уже окончился. У меня остались таблетки самячие. И остались гранулят. Есть еще мотыль замороженный мелкий. Я его даю примерно, ну, где-то, наверное, раз, два-три в неделю. Не более. Групешки желтые прут. Чуть позже еще об одном опыте расскажу, что я задумал. Вот. Едят. И заметил я здесь, что нет ампулярий. Все они передохли. Сегодня достал последнюю ракушку. И в ней уже, знаете, изрядно так попахивало. Но я ее, естественно, выкинул. Почему ампулярии вздыхают, мне не ясно. Вот. Оставшиеся малинези, которых немного черные, вроде ничего себе так ведут. Но малька я не вижу. Не знаю, где малек, может быть, подъедают. Но роголистник, как бы, вот он, да. Мелочь гупячая. Он бегает, ее никто не трогает здесь. Из белых малинезий осталась только одна. Вот этот самец. Больше я, наверное, покупать не буду. Вот. Все остальные, в принципе, себя чувствуют хорошо. Особенно красненькие меченосцы. Есть даже пару самочек зеленых с черным. Вон они там что-то подъедают. Подъедают нитянку. Нитянки стало меньше, потому что световой день я сократил, уменьшил интенсивность света. И стал меньше кормить. Соответственно, если стал я меньше кормить, меньше стало какашек. То есть, фильтры я теперь уже не раз в неделю меняю, а где-то, наверное, раз в 10 дней. Раз в 10 дней. Приходится, конечно, сдвигать все это дело. И я уже говорил в первых своих видео, что как только хорошо ты покормишь живородок мотылем, сразу начинают метание. Сразу мечет малька, но почему-то малька я нифига не вижу. Вот здесь вот я вижу, что некоторые молодые первородки были, самочки, вроде как от металли. Здесь вот тоже метали некоторые, особенно вот зеленые. Вон, пустое пузо у нее. Но почему-то малька нет, не знаю. Раньше у меня была привычка, я тупо скидывал крышку и смотрел, что у меня там есть вообще в зарослях. Ну, тогда, конечно, было роголистника гораздо больше, чем сейчас. Он у меня наполовину выродился, половину я выкинул. Вот и осталось то, что осталось. Самые лучшие, конечно, закинул в основной аквариум. Но тут вот нитянка, нитчатка меньше. Вроде стало, вроде не стало, но черной бороды нету. Хотя вот что-то, что-то похожее, наверное, проклевывается на краю листочка. Ленись я, конечно, подбирать старые листочки, но я смотрю, они их пощипывают. Есть такое. Подъедают, вон там. Вот это, которое выздоровела красная веченосика. Самая первая, и она уже год у меня живет с момента аквариума. Хвост отрос, как вы можете наблюдать, и больше он не гниет. Вот этот пол. Соответственно, меньше я кормлю, стала больше температура, меньше какашек, соответственно, меньше проблем с рыбой началось. В жару лучше никогда не перекармливать. Кормить нужно полдозы. Вот, ампулярия, я сказал, здесь нет уже. Почему, не знаю. Самые разъелись до того, что они уже перестали влазить под кокос. Сейчас я вот расширил немножко здесь входное-выходное отверстие, но они что-то любят прятаться за насосом. Не знаю, почему так. Ну, в общем, растючка вроде прет, хоть и не особо, но и этого достаточно. Давай посмотрим, может малек есть? Нет, вижу только гупешки. Рязка еще эта долбанная, меня она достала, честно сказать. Здесь вижу, там вот что-то плавает. Ну, это похоже на гупешку. Причем, вроде как, всех гупешек желтых я уже с этой 100 литровки отловил. Что там по температуре? Я показывал, что 28 температура у меня здесь в комнате. А здесь примерно между 27 и 28. Сейчас, секунду, надо подсветить. Вот. То есть, видите, да? Блин, фонарик сбоит. 28 такое, тускловатый, 27 уже холодноватый. То есть, где-то между, где-то 27,5 температура. Получается, у этих банок она должна быть идентичная. Да, вот синеватый 27, 28 бежевый. Вот, то есть, ближе к 28 температурам. То же самое, в принципе, на кухне, хотя там зимой гораздо и гораздо холоднее. Почему здесь сами начали прятаться, я не знаю. Надо будет им делать новые укрытия. В общем, это сто пудов. Надо будет купить кокосик в местном магазине. Но цены прут, не знаю, выгодно или это не выгодно. Кокосы, которые вот здесь у меня в основном аквариуме, скорлупа от них используются. Это были тухлые кокосы, это что-то там по 70 рублей за штучку. Да, в принципе, не так уж и дорого, если сами нуждаются, так скажем, в укрытии. Ничего такого страшного не вижу. Но иногда можно и не найти в продаже. Там все рязкое заросло. Вижу, что-то пицелька стоит. Почему-то, ну-ка я шугану. Э, кище. То ли рожает, то ли что. Малька не видно. И вот эта рязка вся мешает. Она мешает и не дает мне примерно прикинуть, кто там, что там. О, смотрю, вот эта желтая. Тоже что ли приболела? Желтая с черным. Когда рыба заболевает, она всегда становится очень худой. Тощая. Просто тощая. Вот, да. То ли она рожала, то ли она. Но это самочка. Но она в таком состоянии, я не думаю, что могла рожать. Потому что она слишком молодая. Такая желтая получается с черным. Но остальные, в принципе, себя ведут нормально. Там вон чернуха притомилась над насосами, не знаю что. Но, видимо, от старости уже пора. И заметил я, что если я хорошо кормлю, быстрее изнашивается рыба. То есть много малька приносит и быстрее погибает. Так что, может быть, у меня и была эта не болезнь, вот эти пятна. Может быть, просто я эту поперекармливал, это дело. Последнее время меня посещают такие мысли. Может быть, это я сам дурак. А лыжи-то все-таки едут. Ну, на кухне все у нас стабильно. Я еще хотел сюда, наверное, пока три петушка закинуть. Вот, заметьте, лимонник, который я втыкал давным-давно. Я здесь раньше кормил малька. Кидал им сюда корм. В грунте обитательных веществ полно. Лимонник. Вон какой уже вырос. Здесь старый лимонник вылез. Я его отрезал пополовине и воткнул вот сюда. Будет расти, не будет, не знаю. Но света, наверное, ему здесь мало. Вот этому свету. Вот этому нормально свету тут. Заметил я еще такую картину с неонами здесь. Как-то раз, заходя на кухню, смотрю, что неончик, вот он у меня здесь, на днях. Он просто тупо лежал вот здесь. Я не знаю, кошка это, не кошка. Может быть, просто выпрыгнул отсюда. Хотя, блин, это же неоны. Неужели они могут так бегать и носиться по аквариуму? Не думаю. Вот вижу, у некоторых неонов есть икра. Хотел я этим летом что-то их развести на икру, но... Есть у меня такая... Такой бич называется он лень. Что еще заметил? Меньше стало здесь... Этих, как их... Вот, смотрите, у него на глаз вылез. Да что ты, фокусися, пожалуйста. Вот, в центре кадра вылез глаз прям. Как телескоп встал. Может, ударился, может, еще что-то. Мелания живет. Иногда вот периодически она наползает. Эти уже жрать хотят. Нет, я кормлю их нормально, если вот так вот хорошо поездят, суки, один раз. Ну, через день, в общем, кормлю. А здесь остались серые гупешки. Я думаю, их, наверное, отправить на дачу. Давно хотел сделать видео в этом году. Вот. Про житие гупешек в обычном, там, не знаю, ванной, закопанной в яму на даче в земле, допустим. Или в каком-нибудь пруду. Получится, не получится, не знаю. У меня есть там большая бочка. Она там используется для полива огорода. В общем, не могу сказать, что из этого получится. Но рискнуть можно. Желтых, ой, желтых. Обычных гупешек, серых, мне не жалко. Потому что, ну, они мне просто тупо надоели. Я их давно-давно уже раздаю. Вот. Там, вон, что-то копошится у нас креветка. Креветок стало меньше. И заметил я еще одну деталь здесь. Когда я снимаю вот эту массивную губку, сзади нее, блин, придется сейчас искать, наверное, мне, фонарик. Здесь, в общем, между стеклом и между губкой такие черные плоские черви завелись. Это черные планарии. Скорее всего, они жрут. Икру неонов, а они икру здесь дают. Я замечаю, что пузо у них бывают разные. У самочек. И поедают они икру этих... Кальмаров хотел сказать. Все время путаю. Креветок. И стоит ли мне докупать сюда креветок, я не думаю. Мне кажется, не стоит. Потому что, ну, неоны прижились, нормально все. Вот взращивается сейчас молодняк. Тут остался-то буквально, ну, что его, немножко. Это все уходит в 100-литровку. Либо в 90-литровку. Эта 80-ка остается здесь. Сюда докупаются, допустим, еще неоны. Здесь их было 24, по-моему. Если мне память не изменяет, когда я их переселял, есть видео в плейлисте Акваримистика, да? Если кого-нибудь рисует. Они живут у меня год. Все с ними более-менее. Из 24 осталось 22 единицы. Нашел я что-то по 30 рублей вообще в своем городе. Ехать, правда, далеко. Из моей-то деревни, да? Но, если действительно по 30 рублей одна штучка неона, можно сюда докупить неона. Потом взять петушка. Ну, что-то я хотел еще гурами взять. Либо взять того, кто будет есть вот этот зеленый. Такой зеленый-зеленый слой нитчатки или нитянки. Хотите, так и называйте. В общем, креветок немного. Но я теперь понял, почему они здесь тоже не прижились особо. Так. Вот всего я сейчас их насчитал 6. Было здесь их что-то за 30-ку. Потому что старое видео в плейлисте Акваримистика есть. Это не из-за того, что там я их не кормлю или еще что-то. Все равно на дно корм падает. Из-за этого он из органики вырос. Вырос вот такой вот слой, где 2-3 см. Это нитянки. Поэтому, ну, не знаю, чего им еще не хватает. Мне кажется, вот эти планарии подъедают их выводки. Хотя, в принципе, толстые креветки. Вон они. Я вижу. С охрененным брюхом. Вон она. Я думаю, что она уже давным-давно обрюхаченная. Но куда девается вся эта икра, мне непонятно. То есть, совсем непонятно. Такое ощущение, что кто-то подъедает, либо она сгнивает, либо какие-то болячки на молодняке. И приплода никакого нет. Ну, возьму я еще, наверное, креветок. Они вообще за 10 рублей штучка, по-моему, если мне память не изменяет. А я их брал. Поэтому, ну, вот так вот. У него остается креветок докинуть. Будут петушки, скорее всего. Хотел я каких-нибудь сомов сюда. Вот, читал, что стеклянный сом тоже подъедает вот эту растечку. Но их быстро продали. Да, и не успел я, в общем, по времени. Такие вот, ребята, дела. Жара настала. Раньше я, знаете, как делал? Когда вот в прошлом году было 2,5 месяца жары, я брал полторушку, замороженную, естественно, в морозилке. И ложил прямо в аквариум, чтобы немножко сбить температурку. Сейчас, наверное, этого я делать не буду, так как, опять же, не думаю, что эта жара задержится. Надолго, в Паузе, опять же. И кроме еще бутылок закрытых, да, которые я пускал в аквариум со льдом, замороженных, я просто еще кидал кубики льда. Тоже, ну, не отстойной воды, конечно. Рыбкам от этого было ни жарко, ни холодно, я так понял. Потому что, чтобы, допустим, 100-литровку нашу понизить на 2 градуса, хотя она, в принципе, и так будет на полградуса, на градус ниже, чем у меня в комнате. Почему? Потому что у нас идет постоянное аэрирование. Так как насосы здесь у нас неплохие стоят, да, насосы-фильтры, аэраторы, то бишь. То, чем больше аэрирование, тем ниже температура будет в аквариуме. Вот это тоже, кстати, не стоит забывать. Зимой это особенно критично, пока, допустим, сезон отопления не начался. Вот я это замечаю. Вот. И да, и льда нужно до хренища, чтобы скинуть температуру. А потом придется все равно воду доливать, либо подменивать. Вот я не так давно доливал до вот этой риски, а уже нету. Уже 2,5 литра. И тут примерно столько же, где-то 2 литра. Оно ушло, оно уже испарилось. Поэтому хорошо иметь аквариум в сухой квартире, который еще воздух немножко увлажняет. Спасибо, ребята, за внимание. И особенно за вынимание. Вот такие вот новости. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова